Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Биологическая очистка и ультрафиолетовая фильтрация. Когда в Новоульяновске запустят современные очистные сооружения. Шуму много, а толку ноль. Как в Дентравграде прошли очередные публичные слушания. Сотни работ от школьников из разных районов. Госархив подвел итоги конкурса «Моя родословная». Восемь задач развития региона, сбор налогов, очистка дорог в предстоящие снегопады и состояние воздуха. О чем говорили на аппаратном совещании. Подробности у Егора Титова. Аппаратное совещание губернатора Сергей Морозов начал с восьми задач, которые станут приоритетными для исполнительной власти в регионе в 2020 году. Выработка стратегии развития области, существенное улучшение качества жизни ульяновцев, создание новых рабочих мест и увеличение инвестиций. Отдельно глава области обратил внимание на решение семейных и демографических проблем. Улучшение качества жизни невозможно без наведения порядка в ЖКХ, увеличение строительства жилья и снижение долговой нагрузки с муниципалитета. «Все эти действия должны быть пропитаны целями и задачами нацпроектов. Я к чему это вам напоминаю? Я это вам напоминаю в связи с тем, что на прошедшей неделе, вы знаете, прошли грандиозные по значимости политические события. Президент выступил с посланием. Причем, я еще раз напомню, 16 раз он обратился к Федеральному собранию и Владимир Владимирович анонсировал беспрецедентные меры поддержки семей, а также, что было для всех неожиданно, изменение в Конституции Российской Федерации». Губернатор отметил, что президентское послание стало самым социально ориентированным за всю историю. Новый премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу форсировать выполнение национальных проектов и развивать реальный сектор экономики, в том числе и все, что касается введения новых технологий. «Мы не случайно, вот Гандинов здесь, да, значит, обсуждали с ним о том, что в структуре корпорации, которую он возглавляет, будет целое направление связано с цифровизацией. Все, надо забывать о экономике 19 века, когда там работали киркой и лопатой». Сергей Морозов анонсировал создание рабочей группы при губернаторе по предложениям, направленным на реализацию послания президента. Подобные группы должны появиться и в муниципалитетах. Глава области отметил, что системы управления регионом ждут существенные изменения. Руководители министерств и главы муниципальных образований будут проходить своеобразный отбор. «Мною принято решение создать рабочую группу о внесении изменений в устав Ульяновской области для повышения прозрачности, для повышения влияния гражданского общества, законодательной, представительной власти, для уравновешивания всех уровней властей в нашем регионе». Одним из первых решений, направленных на повышение роли общества, стало проведение конкурса «Гражданский активист» муниципалитета. На него поступило уже 70 заявок, причем многие содержат конкретные предложения по улучшению жизни в области. Проведение конкурса решено продлить, а его участников приглашать на аппаратное совещание. Ряд муниципалитетов, такие как Ульяновск, Димитровград, Радичевский, Барышевский районы, выдвинули по несколько участников. Однако 11 районов не подали ни одной заявки. Остался недоволен губернатор развитием ряда муниципальных образований по итогам прошлого года. Но и в наступившем году область развивается неравномерно. Отдельные муниципальные образования имеют уже план, результат выполнения плана на январь по сбору доходов 80%, 60%, 50%. А целый ряд муниципалитетов имеют 17%, если меня понять не изменяет, там сегодня коснемся типа базарно-Сызганского района. 20%, 22%. Я хочу сразу сегодня позадавать вопросы главному. Готовьтесь, я вас приглашу сюда, на эту сцену, за эту трибуну, чтобы вы мне объяснили, где деньги, Зин. Где деньги? Почему через дорогу от вас в муниципалитете, так сказать, в два в три раза больше денег собрано? Или вы еще от праздников не отошли? Губернатор отметил необходимость оценивать развитие не только муниципальных образований, но и каждого поселения. Подобные рейтинги будут составляться ежеквартально и докладываться на аппаратном совещании. Появится президиум главпоселений, который будет обсуждать основные вопросы развития. От вопросов развития перешли к текущим проблемам. Зима в этом году не отличается обильными снегопадами. Но у дорожников, тем не менее, много работы. На самом деле сейчас очень сложный период для дорожных организаций. Для нас действительно страшно, и для дорожного покрытия так называемый переход через ноль. Когда из плюсовой температуры переходит минусовую, вот в этот момент как раз образуется самое опасное явление – гололед. Борьба с наледью ведется в плановом режиме. Запасы песко-соляной смеси реагентов есть в полном объеме. Израсходно около 40% противогололедных средств. Кроме того, запущена работа Центра мониторинга за дорожные ситуации. По поручению губернатора проводится мониторинг из-за стояния атмосферного воздуха. В области действует 10 постов, где ведется наблюдение. Еще три откроются в этом году. Особое внимание привлекает работа поста в новом городе. В прошлом году на нем неоднократно фиксировались превышения по двум вредным веществам. Если мы берем прошедшую неделю, то постом наблюдения за загрязнением окружающей среды превышения допустимых концентраций зарегистрировано не было. Вместе с тем, в рамках осуществления международного взаимодействия мы продолжаем проводить рейдовые мероприятия совместно с Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратурой по соблюдению законодательства. По итогам проведенных рейдов только за прошедшую неделю установлено 6 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность с нарушением требований законодательства об охране атмосферного воздуха. По словам министра, нарушения исходят от микропредприятий в гаражно-строительных кооперативах. В основном они занимаются мебелью. Отапливаются производства отходами производства, которые содержат вредные вещества. Борьба с ними ведется совместно с природоохранной прокуратурой и МЧС. Егор Титов, Александр Козыршов, Новости Управда ТВ. В Димитровграде очередные публичные слушания собрали аншлаг. Сотни жителей решили сказать свое веское «нет» на попытку городской думы изменить действующий устав города, чтобы вернуться к старой системе избраний местной законодательной власти. Подробнее наши димитровградские коллеги. В зал драматического театра имени Островского полон. Пришли рядовые жители города, чиновники, коммерсанты, представители общественности и депутаты прежних созывов. Председатель стоит на собрании спикер думы Александр Ерышев, который обозначает основные тезисы заседания. Проектом решение предлагается внести изменения дополнений в уставу города, касающиеся изменения избирательной системы муниципальных выборов. В частности, предлагается вернуться к старой семье муниципальных выборов депутатов городской думы на основе смешанной избирательной системы, когда 15 депутатов избираются. При едином избирательном углу пропорционально число голосов избирателей, поданных за закрытые списки кандидатов в депутаты. Также Александр Ерышев огласил о предложении жителей города, которые вынесли на общественное слушание свои инициативы. Так, например, председатель финансово-экономического комитета думы Игорь Куденко настоятельно просил ограничить депутатов в количестве, предполагая оставить лишь 25 народных избранников и вести мажоритарную систему. Буквально сразу после оглашения слово было передано в зал. И тут мнения разделились. У нас заинтересовал вопрос по поводу системы голосования. Мы читаем прессу, мы знаем прекрасно, что в Ильяновске принята мажоритарная система выборов. А наш совет как бы категорически против такого. Следующий выступающий, наоборот, поддержал систему выборов исключительно по одномандатным округам. Дума не работает на город, не на избирателей. Они погрязли в своих партийных разборках, они защищают интересы партии, интересы жителей города и самого города в целом. Остались все позади. Поэтому я настаиваю на том, чтобы поддержать предложение Куденко, чтобы в городе у нас была только одномандатная система и это выбора. Озвучка очевидных, но нелицеприятных замечаний в адрес депутатского корпуса вызвали вполне ожидаемую реакцию сторонников КПРФ. Еще одним выступающим стал депутат ЗСО Матвей Володарский, который также с критикой обратился к действующей власти. Я считаю, что необходимо по одномандатным округам выбирать исключительно жители города. И такого бардака, который сегодня в городе происходит, особенно кадрового, не будет. Потому что сегодня вы сами видите, что в администрации города сегодня работает кто угодно, только не жители Димитровграда самого. Поэтому этот бардак сегодня и есть. Закончить выступление у данного спикера также не получилось. Бывшие коллеги по партии решили выключить микрофон депутата ЗСО, который начал вспоминать различные ситуации, не красящие нынешний состав не только Думы, но и вообще всех представителей КПРФ в регионе. Емко проведенная параллель заставила сторонников депутата Госдумы РФ Куринова немного поутихнуть, да и выступающие стали более сдержанно комментировать свою позицию. В итоге мнения разделились следующим образом. Из 11 выступающих семеро выступили против принятия данной системы выборов. Еще четверо поддержало ее. Теперь городской думе предстоит решить, к чему же мнению прислушаться и какое решение принять на очередном заседании местного парламента 29 января. Кемран Кичемайкин, Анжелика Барленок, Демгород 24, специально для Управ ДТВ. Государственный архив отметил лучших участников конкурса «Моя родословная». Кто стал наиболее активным и какие муниципальные образования отличились в материале нашего корреспондента? В Ульяновской области подвели итоги конкурса «Моя родословная». Среди участников ребята от 8 до 18 лет. Организатор конкурса – Государственный архив области. Только за месяц от школьников поступило больше ста работ, выполненных в разных техниках. К примеру, древо семьи Абилхановых из числа победителей конкурса выполнено в виде картины, в которой каждый член семьи приложился своей ладошкой. «Оказывается, что мы узнали, что наши родственники являются мясниками. Всю жизнь занимались скотом и выращивали специальный скот. Дело в том, что наш папа с сегодняшнего дня является фермером, продолжателем всю жизнь. Мы ведем дело своих предков». Наиболее активными участниками конкурса стали учащиеся губернаторского лицея номер 100, школ номер 79-52, а также сельских образовательных учреждений Меликесского района. По словам архивистов, учащиеся, а также их родители, проделали колоссальную работу по поиску своих предков. В том числе ребята стали пользователями и исследователями читального зала Госархива, где подняли семейные архивы. Отдельные участники, проведя исследовательскую работу, выявили до шести поколений предков, тем самым расширив круг сведений о своих родственниках. «Конечно, большое спасибо родителям, которые наверняка помогали своим детям в составлении родословной, подсказывали, рассказывали об истории своего рода. И, конечно, большое спасибо учителям, которые также оказали большую помощь ребятам в подготовке вот таких замечательных, чудесных работ. Мы даже не ожидали, что получится такой отклик, что будет притально так много работ». Победители были отмечены грамотами и памятными подарками. Остальные участники – дипломами. В дальнейшем лучшие работы конкурсантов будут отсканированы и выставлены на сайт Госархива Ульяновской области. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Управды ТВ. По федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в Новоульяновске идет реконструкция верхних очистных сооружений. Строительство комплекса запланировано в несколько этапов, последний из которых закончится в четвертом квартале этого года. Подробности в материале Натальи Чумаченко. В Новоульяновске началось строительство комплекса очистных сооружений. Очистные – это не только сама очистка, но и насосные станции, системы обеззараживания и обезвоживания. Все работы планируют завершить до конца октября 2020 года, в том числе запуск трансформаторной подстанции и установку пожарных резервуаров. На сегодня работает порядка 20 человек, порядка 10 единиц техники. Ведутся работы по строительству ОБК, сзади ведутся фундаментные работы, прокладываются наружные инженерные сети, произведена очистка участка, срубка лишних деревьев, насаждений. Готовится площадка под производственный корпус, под саму станцию биологической очистки. Реконструкция верхних очистных сооружений Новоульяновска, обслуживающих промзону, позволит увеличить пропускную способность объекта с 630 кубометров в час до 2000. Кроме этого, современная система очистки источных вод повысит инвестиционную привлекательность района. Реконструкция очистных сооружений позволит улучшить экологическую обстановку в муниципальном образовании, создаст дополнительные рабочие места и даст возможность строительства новых предприятий в городе Новоульяновске. Деньги из федеральной казны на эти цели выделяются немалые. В рамках проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Общий объем финансирования составит около 5 миллиардов рублей. Работа по очистным также запланирована в Левобережье и Правобережье Ульяновском, Димитровграде, Барышей и Индии. Главным итогом проекта на территории области должно стать снижение к 2024 году в три раза объема отводимых в Волгу загрязненных сточных вод. В Димитровградском драмтеатре сделали то, чего не было 76 лет и заставили женщин плакать. Какой спектакль стал флагманом и почему он может конкурировать с кинотеатром? Расскажем в нашем следующем сюжете. Первым спектаклем года в Димитровградском драматическом театре имени Александра Островского стала премьера мюзикла «Красавица и чудовище». Для того, чтобы сделать что-то большое, для этого нужно сначала потренироваться, что называется, на кошках. И поэтому мы сначала сделали детский мюзикл. Очень получил хороший отклик в зрителях и я думаю, что он хорошо пройдет. У него будет хорошая судьба в репертуаре. Но для того, чтобы сделать что-то большое, сейчас мы делаем ревизор, мюзикл. Это такой вот тоже мюзикл, мюзикл, мюзиклович, что называется. Для взрослых смешной, такой достаточно интересный, концептуально. Для того, чтобы его сделать, для этого нужно было научиться делать. Потому что опыта такого в театре нет. Мюзикл, в том числе, это что-то новое. Это то, чего не было здесь 76 лет. И почему бы и нет, это очень популярная форма в данный момент драматического искусства. И плюс ко всему, я не буду скрывать, что в принципе и «Красавица и чудовище» это как бы один из флагманов сейчас нашего репертуара. Это спектакль, который мы планируем на очень широкий экспорт. То есть именно на гастроли. Мы стараемся давать зрителю возможность поверить в то, что, невзирая на то, что мы живем в Димитровграде, мы можем себе многое... Мы ничем не отличаемся, скажем, от других регионов. Вся провинция, она вот здесь, в голове. Есть какое-то такое заблуждение расхожее у очень многих людей, что если театр какой-то провинциальный, то значит он должен работать на каком-то вот этом уровне. Я для себя таких уровней не вижу. Мы себе подобных вещей не позволяем. Я не позволяю даже на уровне каких-то шуток подобные высказывания. Показывай дорогу в замок. Спасибо проекту «Культура малой Родины», потому что если бы не было федерального проекта, мы бы не смогли себе позволить, конечно, ни красавицу и чудовище, ни ревизор. Потому что это затратно как с точки зрения авторского права, и так это затратно с точки зрения картинки, поскольку сам жанр не подразумевает упрощения. Реакция зрителя, который, в принципе, искушен уже классическим мюзиклом и одноименным мюнфильмом, тебя в чем-то удивила? Меня удивила реакция зрителей в том, что я, честно говоря, не ожидал такого ажиотажа вокруг того, что такой спектакль появился в городе. И мы ставили для себя цель вот этим произведением конкурировать с кинотеатром. И, в принципе, цели мы свои достигли, потому что дети это все дело смотрят хорошо, и более того, мы даже сейчас будем показывать мюзикл вечером, потому что у нас очень большой отклик со стороны взрослых. У нас женщины возрастные плачут в финале. Ярослав Щедров и Анжелика Барбинок из Димитровграда специально для новостей Управда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 22 января в регионе ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем удержится на около нулевой отметке. Ветер западный 9 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru в 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин